Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ирина Донцова рассказала, как её поздравили ребята на поляне. Парни прочитали ей чистушки, а Захар Соленко, молодой человек её дочери, подарил букет из 51 розы. В интернете появились фотографии новенькой участницы Лилии, которая пришла на проект в прошлую субботу. Алене Твороговой не удается построить отношения на проекте. К ней приходил Стас Тараканов, но они разругались и разъехались, потому что он применял к ней физическую силу. Затем Иван Заря стал проявлять к ней симпатию. Алена пишет, ребята, извините, конечно, но он точно нет. Жить с Шутом я не буду. После него ни один нормальный мужчина на меня не посмотрит. После посещения врача Харитонова расстроена. Скорее всего, ей придется покинуть на время проект. Врач мне сказал, что у меня острое воспаление узелковых связок. То есть, ранее проведенная операция дала осложнение. Андрей Наумов-Волк был задержан полицией. Как сообщают журналисты, в прошлом году в Краснодарском крае на него было заведено уголовное дело за вымогательство. Наумов был под подпиской о невыезде, но скрылся и был объявлен в розыск. Сам Андрей утверждает, что он проходит по делу только как свидетель, а не как подозреваемый, и что он не имеет никакого отношения к вымогательству. Андрей Чуев злорадствует, узнав о задержании Наумова. Столько говорили о том, что пришли достойные ребята, яркие, и нам старикам нужно бояться. Да действительно, ярче некуда, написал Чуев. Антон Гусев публикует трогательные фотографии с Викой Романец. Искренность этого фото зашкаливает, подписал он снимок. Антон Гусев отдал бывшей жене свою долю в их магазине одежды. И теперь Женя Феофилактова меняет дизайн интерьера бутика и думает о смене названия. В дальнейшем, скорее всего, она поменяет название на Феофилактова Евгения. Ранее Гусевы сообщали, что хотят продать свой бизнес. Глеб Жемчугов публикует фотографии со своими поклонниками. Он гулял по центру, и фанаты Глеба сочли за счастье сфотографироваться с ним. Как вы помните, 25 января состоится развод Ольги Жемчуговой и Глеба. Но Глеб не оставляет попыток помириться с женой. Он оставил такой комментарий под рекламным снимком Ольги Ветер. «Олечка Ветер очень красивая девочка, нереально. А можно с вами познакомиться?» Оля Гажиенко ответила тем подписчикам, кто говорит ей и Илье, как им повезло друг с другом. Доля везения присутствует, но она мизерная. «Отношения – это прежде всего работа двоих. И прежде чем создавать семью с человеком, надо убедиться, что вам в одну сторону. Поэтому нам не повезло, а наши отношения – это наша заслуга. И никакой лотереи». Марина Мексика опубликовала в своем микроблоге старую фотографию и восхищается сама собой. «Посмотрите на эти ровненькие, пухленькие, сладенькие до мурашек сексуальные губежки. Как же я обожаю, люблю и восхищаюсь своей естественной красотой. Такую еще поискать». Также Мексика показала своего молодого человека. На последних видео рядом с ней красуется новый избранник, имя которого девушка держит втайне. Ольга Жемчугова записала новое видео. В нем она отрицает появление в своей жизни молодого человека. Она объяснила своим подписчикам, что все свои снимки делает при помощи автозапуска, но этому все равно мало кто верит. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.